Приветствую всех зрителей и подписчиков. Это система. Разбираем и анализируем то, что действительно важно. Операция конфискация. Почему за 9 месяцев войны Запад так и не передал Киеву ни одного цента из замороженных российских миллиардов? Об этом и говорим сегодня. Поехали. Путинские сокровища в западном капкане. 300 миллиардов долларов в США. Сумма не погана, не маленькая. Кому они достанутся? Мы пока не отримали. Жодного цента. И кто заплатит за восстановление Украины? Финансовый Рамштайн, план Маршала, фонды восстановления и возрождения. Громких заявлений относительно послевоенной реконструкции Украины звучит все больше, правда денег пока нет. К сожалению, таков итог уже второй международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в конце октября в Берлине. Напомню, что первое такого рода мероприятие состоялось в швейцарском Лугана и там Киев представил мегапроект по модернизации Украины на фантастическую сумму 750 миллиардов долларов. В Берлине запросы стали гораздо скромнее. Украина попросила Запад хотя бы профинансировать так называемый план быстрого восстановления – Fast Recovery Plan. Но сделать это прямо сейчас. Вот что сказал участникам встречи президент Зеленский. В ответ никакой конкретики от европейских лидеров не прозвучало. Похоже, пока они готовы давать деньги исключительно на текущие потребности – оружие, пенсии, соцвыплаты и оперативный ремонт энергетической инфраструктуры. Но когда речь идет о масштабном восстановлении десятков городов и сотен мостов, школ, больниц и других объектов, уже традиционно вспоминают о необходимости грандиозного плана маршала для Украины. Вот что в частности заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Речь идет о не менее амбициозной цели, чем план маршала 21 века – задачи на поколение. Речь идет о стратегии на годы и десятилетия, и это потребует усилий всего международного сообщества. Чем лучшую систему для восстановления Украины мы сейчас создадим, тем больше международной поддержки Украина получит в последующие годы. Признаться, меня эти слова несколько насторожили. А Шольц точно говорит о плане маршала? Если да, то какие десятилетия и задачи на поколение он имеет в виду? Напомню, что указ о запуске плана экономического восстановления Европы президент США Гарри Трумэн подписал в 1948 году. Объем помощи составил 13 миллиардов долларов, и все эти деньги Западная Европа получила уже в первые 4 года. Как результат, в начале 50-х европейская промышленность превысила довоенный уровень, а многие города начали буквально возрождаться из пепла. Растянуть помощь на десятилетия, а то и поколение, как предлагает немецкий лидер, это точно не план маршала. Возможно, все дело банально в масштабах необходимых средств. Оригинальный план маршала, как я уже говорил, стоил американцам 13 миллиардов долларов. По нынешним меркам, с учетом инфляции, это примерно 130 миллиардов долларов. Так вот, Украине нужно почти втрое больше – 350 миллиардов. Это оценка Всемирного банка по состоянию на июль. То есть до конца войны цифра вполне может вырасти до 500 миллиардов. Даже подумать о такой сумме Западу, которая в 2023 году с большой вероятностью окунется в рецессию, очень страшно. Ведь как объяснить избирателям, почему они должны платить за последствия чужой войны, в то время как стоимость их жизни растет, а доходы падают? Но именно это обстоятельство дает надежду, что Европа наконец-то поймет – за восстановление Украины прежде всего должен платить агрессор. Вот что заявила на конференции в Берлине президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы. Это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель – не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины. Заявление, конечно, обнадеживающее, но с конфискацией есть много проблем. Начнем с того, что замороженные российские активы – это словно потери российской армии. Посчитать их с точностью почти невозможно. В СМИ говорят о 300 миллиардах долларов. Но это оценка и не более того. К тому же базирующаяся на отчете Центрального банка России за прошлый год. Глава российского Центробанка Эльвира Набиулина, если верить западным СМИ, не знала о безумных планах своего шефа, поэтому беспечно держала половину российско-государственной заначки в долларах и евро в тылу у врага. Решение о заморозке Запад принял в первые дни войны. И сколько Россия успела вывести за считанные часы – неизвестно. Судя по настроению Путина, который в своей недавней валдайской речи снова ныл о том, как его ограбил Запад, предположу, что немного. Цап-царап прикарманил наши золотовалютные резервы. Помимо суверенных средств, страны Запада наложили арест и на деньги некоторых российских компаний и олигархов. Возможно, речь идет где-то о 50 миллиардах долларов. Почитать это тоже нереально, ведь эти деньги также разбросаны по разным банкам. А государства, их заморозившие, не обязаны отчитываться о своих действиях перед Украиной. Кое-что удается узнать от СМИ. Скажем, испанцы заморозили 40 миллионов евро россиян из санкционного списка, но Британия – более чем 20 миллиардов. Что неудивительно с учетом того, что до войны российские олигархи предпочитали жить и держать деньги в Лондоне. Удивила Люксембург. Страна с населением, как в Кривом Роге, обнаружила у себя 5,5 миллиардов евро российских активов. Объяснение простое. Княжество является крупным финансовым центром, на территории которого расположены более сотни международных банков. Еще раз подчеркну, заморозить деньги или имущество не означает его конфисковать. Право на частную собственность на Западе священно. И забрать средства конкретных людей без решения суда невозможно. В Киеве это понимают и предлагают свои решения. Мнение специалиста по международному праву, доцента Киевского университета имени Тараса Шевченко Захара Тропина. Единым решением этого вопроса могло бы стать создание специального трибунала относительно преступления агрессии России, устав которого бы предусматривал рассмотрение вопроса компенсации ущерба, причиненного Украине, и конфискации имущества. Это бы дало им возможность на национальном уровне арестовывать, даже не просто арестовывать, а конфисковывать это имущество. Возможно ли такой сценарий? Пока мне кажется, что нет. Впрочем, многое из того, что казалось немыслимым до 24 февраля, тоже стало реальностью. Поэтому я от прогнозов воздержусь. Но куда более реальная цель – конфискация денег российского Центробанка так называемых суверенных активов России. Прецедент существует, ведь США де-факто конфисковали суверенные активы Афганистана после того, как талибы вошли в Кабул. И в Киеве надеются, что политическое решение будет принято и относительно российских средств. Вот что говорит по этому поводу министр юстиции Украины Денис Малюсько. То, что у них есть за кордоном, это похоже на 300 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки. Сумма непогана, немаленькая, будет служить хорошей поддержкой для выплаты компенсации и поддержки нашей экономики. Мы, с которым мы не разговаривали, политическая сгода есть. Пытание было только в том, что надайте юридический инструмент, как это сделать. Первый шаг к созданию такого механизма уже сделан. 14 ноября Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию компенсировать Украине ущерб от вторжения. И в Москве назвали этот документ формализацией грабежа своих золотовалютных резервов. Нервная реакция Кремля понятна. Хотя решение Генассамблеи ООН и носит рекомендательный характер, западные страны могут сослаться на него, принимая политическое решение о конфискации путинских миллиардов. Репарации, которые Россию удается заплатить за скояние, это теперь часть международной правовой реальности. Другую резолюцию для создания специального трибунала, что до злочинного агрессии России против Украины, еще погоджим с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обидвые запрацовались. Россия, хоть и оказавшаяся гораздо слабее, чем они думали на Западе, все же не Афганистан. И как она поведет себя в случае конфискации кровно заработанных на продаже газа и нефти средств, сказать сложно. Как вариант, Путин может запретить российским компаниям погашать кредиты перед западными банками. Однако главное препятствие все же в другом. Как сообщило американское издание Washington Post, еще в октябре при планировании оборонного бюджета на 23-й год демократы хотели внести в документ пункт, позволяющий администрации Байдена переводить доходы от реализации конфискованного российского имущества на нужды Украины. Но категорически против выступила группа республиканцев в Конгрессе. Они опасаются, что после этого другие страны просто не захотят хранить свои резервы в долларах. И этот прецедент может оказать негативное влияние на статус США как гаранта сохранности мировых активов. Но и надо признать, что республиканцы не одиноки в своих опасениях. Их поддерживает как часть администрации Байдена, так и экспертное сообщество. Получается странная ситуация. В то время как европейцы скорее готовы к решительным действиям, Вашингтон в несвойственной для себя манере осторожничает. Вот что говорит по этому поводу американский экономист-международник Бен Стейл. Для России это будет красная черта. Это не значит, что этого ни в коем случае нельзя делать, но мы должны просчитывать последствия. Манипулирование валютными резервами России может подорвать глобальное доверие к США и доллару как таковому. Хотим ли мы послать миру сигнал о том, что активы, номинированные в долларах, небезопасны? И что США в любой момент могут забрать ваши деньги? Если да, то послевоенный мир будет совершенно другим. В общем, пока мир в раздумьях и окончательное решение не принято. Юристы понимают, что четких прописанных механизмов конфискации нет. Поэтому крупные банки и финансисты будут всячески выступать против. Кто на Западе возьмет на себя политическую волю и какие будут последствия, вопрос со звездочкой. Конечно, лучшим бы вариантом для Запада стал бы очередной жест доброй воли со стороны Москвы и добровольное согласие отдать свои деньги для восстановления Украины в обмен на мир. Но до этого пока далеко. Что вы думаете по этому поводу? Кто должен заплатить за восстановление Украины? И решится ли Запад конфисковать российские миллиарды? Напишите мне в комментариях. Я читаю все и для меня важно ваше мнение. Это была система. Спасибо, что посмотрели это видео. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok